Второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок в Тверской области начнется в этом году. Об этом сообщил губернатор области Игорь Руденя во время интервью телеканалу «Россия-24». По словам главы региона, все изменения должны происходить с учетом запроса населения, перспектив развития муниципалитетов. Первый этап перехода на территории Тверской агломерации Твери и Калининского района был завершен 30 апреля. Были введены все 85 запланированных маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 470 современных низкопольных автобусов. Об основных итогах первого полугода работы и дальнейших планах расскажет наш корреспондент Наталья Чекет. Тверской области пионерами в деле внедрения новой модели пассажирских перевозок стал областной центр и Калининский район. Транспорт в Верхневолжье за короткий срок стал неотъемлемой частью жизни города. Исчезло беспорядочное движение и гонка за пассажирами. Новые автобусы оформлены в едином стиле. Это комфортный для пассажиров и для водителей подвижной состав, где есть система климат-контроля, безопасность и доступность для маломобильных пассажиров, экологический стандарт Евро-5. С начала работы, это с февраля 2020 года, мы уже перевезли 13 миллионов наших пассажиров. И очень важно отметить, что из них 2,5 миллиона – это люди, которые имеют право на льготный проезд. Уже первые результаты показали положительные отзывы наших пассажиров, жителей о том, как работает наша транспортная система. На улицах областной столицы наша съемочная группа решила выяснить мнение тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом. Многие жители положительно оценили проведенную реформу. В частности, большинство высказалось о комфорте в самих автобусах работающей кондиционеры, больше свободного пространства и корректные водители. Хорошо, положительно. Особенно, когда автобусы с тремя дверьми. Очень комфортно. Мне в последнее время нравится, в общем-то, как ходят автобусы и обслуживание. Комфортно, удобно, температура воздуха приятная, водители ведут себя корректно, удобно расплачиваться. Много удобств. Однако, наряду с положительными отзывами, некоторые тверичане выразили свои просьбы и предложения по улучшению работы транспорта Верхней Волжья. В принципе, я отношусь, конечно, положительно, но, всегда есть но, ребят. Вот мне за тверичи бы хотелось, чтобы ходил 19, которые практически отменили в сторону вагонзавода. И 36-й пусть почаще ходит. Вот такое пожелание. В областную больницу очень редко ездит автобус, а так, держаться есть за что, и толкучки нет. Твер стала пилотным регионом. Об опыте столицы Верхней Волжья было доложено президенту Российской Федерации, который дал положительную оценку проделанной работе и поручил правительству тиражировать внедрение аналогичной модели в других регионах. Министерство транспорта Тверской области получает заявки на обмен опытом из разных городов России. Вот буквально только что у нас была делегация из Саратова. Мы показали, как работают наши предприятия. Мы показали, как работают наши водители. Мы показали, как мы беспокоимся и заботимся о наших водителях. Могу сказать, буквально недавно мы открыли для водителей столовую. Готовы оказать содействие любым нашим коллегам из других регионов. С учетом полученного опыта во время запуска первого этапа модели сейчас проводятся исследования текущей маршрутной сети и пассажиропотоков на муниципальных и межмуниципальных маршрутов городов Кимры, Ржев, Торжок и Старица, Вышнего Волочка и Конакова. На 2021 год запланировано обновление общественного транспорта в этих городах. Как поясняют в областном правительстве, в дальнейшем вся Тверская область будет обеспечена современным и безопасным транспортом с логотипом «Транспорт Верхневолжья». Продолжение следует...